Здравствуйте! В прямом эфире телеканала ЖТСУ вы смотрите программу сегодня в студии журналист Антон Хатиновский. Как мы все знаем, пандемия, вызванная инфекционными заболеваниями COVID-19, не обошла стороной ни одну сферу нашей жизни. Не обошла она, естественно, и нашу духовную жизнь, я имею в виду верующих граждан. И сегодня, чтобы поговорить о том, как работает сегодня, к примеру, русская православная церковь в период пандемии, мы пригласили в нашу студию Александра Матлашова, священник, ключарь Иоанна Богословского собора города Талдыкурган. Здравствуйте! Здравствуйте! Я напомню нашим телезрителям, что есть телефон прямого эфира, по которому они могут сейчас к нам прямо позвонить и задать интересующиеся вас вопросы нашему сегодняшнему гостю, священнику. Итак, скажите, пожалуйста, самый такой, наверное, злободневный вопрос, как проводилось вообще церковное богослужение в храмах во время пандемии? Что происходило? Как перестраивались? Ну, как и часть общества неотрывная, совершенно не обособленная, наравне со всеми жителями нашей страны и всего мира, по сути, мы несли тяготы. И, по сути, так как богослужение в Русской Православной Церкви, Православная Церковь является, наверное, в общем-то, очень важным и центральным в жизни христианина, ведь именно за Божественной Литургией происходит приобщение тела и крови Христовых и вот такое вот истинное участие в жизни церкви, подлинное участие христианина в жизни церкви. То, естественно, не иметь возможности поучаствовать в этой службе, это, конечно же, большое испытание для истинно верующего православного христианина. Наверное, для каждого христианина, который не посещал собрания или мусульманина, который не мог посетить мечеть, жума-намаз совершить. Наверное, для каждого верующего человека, когда отсутствует возможность выразить свои чувства верующего человека, принести Богу поклонение и поучаствовать в том, что по мнению верующего человека является жизненно важным, это всегда труд и действительно подвиг. И в данном случае, конечно же, церковь православная понесла эти тяготы, понесла этот крест. И, конечно же, на время особенно строгого карантина, богослужения у нас в нашем храме, в наших храмах подверглись изменениям. Во-первых, изначально, когда еще не настолько строгим был карантин, они стали несколько короче. Мы старались перенести время богослужения на ранние часы, чем ограничить посещение верующих, то есть ограничить количество верующих за богослужением. Мы, конечно же, исполняли и исполняем по сей день все предписания санитарных норм. Вот все то, что регламентирует нам сегодня руководитель санитарной службы области, мы обязательно, конечно же, принимаем к сведению и исполняем. На момент строгого карантина наши храмы были закрыты вообще для посещения верующих, за некоторым исключением, когда нужно было, скажем, некоторые предметы для погребения умерших. Ну и также молитва за умерших совершалась, конечно же, в храме присутствия одного человека близкого. И совершалась, конечно же, божественная литургия, но совершенно без прихожан и в ранние утренние часы, потому что мы могли бы, конечно же, служить и в обычное время, но очень неприятно, знаете ли, отказывать людям посещение богослужения. Поэтому на момент строгого карантина в наших храмах города Талдукурган литургия совершалась около шести утра, иногда даже раньше начинали мы. Именно с тем, чтобы самостоятельно помолиться. Мы не могли не совершать этого богослужения, потому что действительно это центр церковной богослужебной жизни. И более того, именно за литургией совершаются и молитвенные поминовения, как живых о здравии, так и умерших о их упокоении. И, конечно же, за этими же богослужениями мы молились о том, чтобы Господь помог преодолеть эту напасть, чтобы поскорее прошла, конечно же, эта пандемия. Ну и, в общем-то, надо сказать, что люди очень-очень тяжело это переносили, истосковались. Тем более, немаловажную роль сыграло то, что главные праздники, такие как Пасха, а перед этим Вербное воскресенье, люди встречали в домах. Это, конечно же, было очень тяжело. Но зато нельзя не отметить то, что впервые, наверное, в Казахстане православные христиане смогли посмотреть все это дело в прямом эфире, который проводил один из республиканских каналов служения в храме. То есть, смогли увидеть все таинства, которые раньше были скрыты от глаз человеческих. Наверное, в этом тоже какая-то определенная польза есть, которая не дала людям впасть в уныние. Конечно, однозначно. Вообще говоря о том, что человек, привыкший ходить в храм, привыкший общаться с Богом в храме, оказался в силу ситуации жизненной, что невозможно стало. И теперь человек, получается, вынужден проводить все эти богослужения дома. Вот как проводить домашнее богослужение правильно? И какие, по возможности, основные каноны христианства необходимо при этом соблюдать в домашних условиях? Дело в том, что современные источники информации, такие как интернет и телевидение, позволяют смотреть онлайн богослужение и молитвенно участвовать в нем. Собственно говоря, так и приходилось поступать каждый воскресный день верующим людям, православным христианам. Есть ряд каналов, которые транслировали богослужения, в частности, Союз из Екатеринбурга, Спас, насколько мне известно. Ну и в нашей казахстанской митрополии тоже совершалась трансляция через канал YouTube в том числе. Есть канал Семеречи на просторах YouTube. Это вот как раз таки канал нашей казахстанской православной митрополии. И вот, в частности, именно этот канал транслировал богослужения владыки митрополита. И таким образом, конечно же, верующие могли молитвенно поучаствовать в службе. Но, к сожалению, это не дает возможности человеку деятельно поучаствовать, то есть причаститься, поисповедоваться. И в этом все-таки просматриваются минусы. То, что в алтаре, да, что происходит, было видно и, может быть, даже какие-то комментарии были сделаны. Ну да, это, конечно же, оказывает определенную пользу. Да, своего рода такая миссионерская служба, да, прошла с объяснением. Но все же, то, что деятельно не поучаствуешь, ты не можешь именно стать частью этой службы. Это, конечно же, несколько ограничивает такие возможности. Получить и саму благодать, как говорят в церкви, да, или получить, нормальным языком говоря, эйфорию? Да нет, видите, мы здесь не ожидаем какой-либо эйфории. Просто невозможно онлайн причаститься, приобщиться телой крови Христа, а это очень важная часть жизни христианина. Приобщение телой крови Христовых, многие христиане, православные по древней традиции еще, практикуют еженедельные причащения. И, конечно же, онлайн такой возможности не дает, онлайн просмотр. — Скажите, вот как вот, находясь в интернете сейчас, вот как вы говорите, есть много сайтов, не стать жертвой лжеучителей, которые сейчас скрываются под марками различными, скрываются под различными религиозными официальными течениями, но вместе с тем проповедуют и пропагандируют абсолютно другие идеалы и помыслы? — К сожалению, противоядия нет. К сожалению, здесь невозможно взять и дать какие-то общие наставления. Дело в том, что нередко под видом правды, истины и вполне такой разумной вносится что-то вообще совершенно чуждое, примешивается. И поэтому без определенной подготовки, богословской, интеллектуальной, так скажем, будет очень трудно разобраться, правда это или неправда. Более того, нередко человек выбирает именно то, что ему ближе, выбирает то, что легче. Вот давайте приведем из этого же периода, уже прошедшего, несколько таких интересных примеров. Может быть, сталкивались с такой рассылкой, когда, например, рекомендовали помазать маслом в какой-то определенный час, с какой-то определенной молитвой, косяки, может быть, наверное, приходилось. — Чтобы вирус не проникал, было дело, да. — Да, то есть, якобы это было благословение неких афонских монахов, старцев, которые видели какое-то видение. То есть, понимаете, с одной стороны, нет, здесь, конечно же, нет что-то вообще прям такого страшного, что нарушило бы ход жизни каждого человека. Но и правды истины здесь нет. Здесь явная ложь, хотя бы потому, что сам посыл. Вот если мы обратимся к библейской истории, то когда пророк Иона предвозвещал Неневитиному, что через три дня Бог уничтожит их город, они не мазали косяки там ни маслом, не предпринимали каких-либо других внешних действий, они наложили на себя трехдневный пост. И такой пост, что они не кормили даже скотину, сами ничего не ели, посыпали головы пеплом и просто сетовали и рыдали так, что весь город находился в плаче. То есть, они приносили покаяние, о котором потом и сам Иисус Христос свидетельствовал, и приводил в пример, что вот как было бы Неневитином, и вот они покаялись. И Господь действительно помиловал спустя три дня, ничего не случилось с этим городом, о чем знал пророк Иона, что Бог помилует его. Но видите, здесь был труд. И, собственно говоря, если мы и ожидаем чего-либо, то должен предшествовать труд, труд молитвы. А тут смотрите, как удобно. Помазал маслом, иди дальше телевизор смотри. Никакого особенного усердия и труда не нужно. А чтобы задуматься о том, чтобы лучше стать, о том, чтобы исправить свою жизнь. Ведь Господь по каким-то грехам попустил нам жить в это время и испытывать вот такие трудности. Не просто так это. Но вот при этом не о чьих-то грехах, а о своих бы стоило задуматься, что-то поменять в своей жизни к лучшему, исправить, стать лучше. Но это труд. Это неудобно, это не хочется. Куда удобнее повязать красную ниточку, помазать косяки, там может еще какие-то применить ловкие хитрости. О которых говорят. Все доверегиозные. И в общем, так удобнее. И мы видим, что это ложь. Более того, очень многие сделали это. Ну сделали и сделали. Здесь, может быть, страшного, большого греха нет. Но ведь пандемия не прекратилась. И заболевших очень много. Поэтому вот один из таких ярких примеров. Тоже, наверное, касается и всевозможных иконок, которые разосылают. Поставь лайк и так далее. Да, то есть ничего. Нет, чтобы сказать, молитву этому святому возноси. И, может быть, Господь по его святым молитвам тебе подаст просимые. А здесь нет. Вот просто поставь лайк. Или разошли там 10 друзьям, 50 друзьям. И вот ты увидишь, как работает эта икона. То есть работает даже, видите, не Бог действует, не молитвы святых Бога на милость склоняют, а действует икона. Или там, я не знаю, как оберег. А применяет ли православная церковь какие-то контрмеры к этому? Ну вот я думаю, как обычно у нас в интернете большую активность, там ведут пропаганду. Как-то можно? Конечно же, существует немало каналов. Я могу, с одной стороны, порекомендовать вот вновь вот именно канал нашей метрополии, Семеречье. И также есть очень замечательный такой апологет Георгий Максимов-Иерей. Вот могу порекомендовать его канал, на котором он нередко рассматривает именно вот эти самые вопросы и дает очень аргументированный и точный ответ на совершенно различные темы. Он такой апологет, то есть защитник. Защитник истинных православий. Ну и кроме того, вот скажем, этим же посланием этих афонских старцев, вот и ваш покорный слуга тоже посвящал один из видеороликов. С момента начала карантина строгого я также предпринял попытку и открыл канал на YouTube. И на протяжении всего карантина практически ежедневно выходил. Ну и продолжаю еще заливать, так сказать, современным языком туда проповеди. Ну, в общем, конечно же, мы стараемся в этом плане все-таки наполнять просторы интернета, весьма опасные просторы интернета, ну, чтобы действительно был и правильный контент. Скажите, в последние годы увеличивается ли количество как-то верующих христиан? И вот в период пандемии люди стали больше верить после вот того, как сделали, сняли некоторые ограничения, когда люди снова пришли во храм. То есть увеличилось ли количество прихожан и пришли ли они уже с истинной верой какой-то? Дело в том, что ограничительные меры до конца не сняты. И мы, конечно же, очень признательны, что нам разрешили на руководство области санитарную службу, руководство совершать свое служение вот хотя бы в том формате, в котором мы сейчас совершаем. При этом, кстати, сразу отмечу, что в этом смысле верующие люди, люди церковные, более дисциплинированы. То есть в наших храмах нет людей без масок, в наших храмах обязательно там лежат специальные коврики, есть антисептики, совершенно по графику, там как это положено, совершается уборка храма, проветривание и так далее. То есть все эти меры предпринимаются и по сей день и будут предприниматься. И более того, например, исходя, говоря о себе личное, я, например, никогда не расстаюсь с маской ни на каком из богослужений, находясь даже там в частных домах, где-то именно на частных богослужениях, в совершаемых домах христиан все равно я остаюсь в маске. И есть люди, которые как бы пренебрежительно к этому относятся и говорят, что зачем ты ее носишь? Священник верь в Господа и в его волю? Возможно так, может быть даже с таким укором. Эдакий фатализм. Да, но в любом случае я отвечаю так и считаю так, что я им несу ответственность ни за себя только и даже не только за свою семью, а за каждого верующего. Я привожу такой пример. Представьте себе, что вот я сейчас бы, скажем, час назад был бы на отпевании вот, ну, человека, который, возможно, от коронавируса умер и был бы там без маски, как вы и советуете мне. Сейчас пришел бы к вам и вот имел бы такое же общение. И, естественно, доля вероятности, что вы заразитесь, будет очень высока. А так, при соблюдении всех этих мер, ну, мы имеем возможность все равно как-то удерживать и снижать вот эти показатели, которые, к сожалению, на сегодня растут. И, в первую очередь, по причине вот именно халатного отношения самих граждан. Вот скажите, знает ли православие подобные случаи? Случались ли такие, которые прям вот аж были вписаны в историю? И ту, которую знают не только, скажем, церковные люди, близкие к ней, но и простые граждане? Ну, простые граждане, наверное, нет. Все-таки действительно исторические такие вещи, как эпидемии, конечно же, случались. И, что интересно, вот такая же реакция, как даже прекращение богослужений на время эпидемии, или же вот такие ограничительные меры, то есть там ограничение количества молящихся, то есть учитывалось, сколько храм вмещает, сколько можно во время эпидемии, как там нужно себя вести и так далее. Это было, начиная, наверное, скажем, с 18-го, начало 18-го века. Были там несколько эпидемий чумы, и вот именно тогда возникает, наконец-то, уже такое понимание, что необходимы меры, ограничительные, предпринимаемые со стороны людей. Дело в том, что, скажем, до 18-го века церковной средой болезнь воспринималась как попущение Божие, как бич Божий, как наказание Божие и противодействовать ему даже считалось грехом. Но, к счастью, постепенно, исторически, формировалось все-таки мнение о том, что необходимы меры. И уже к началу 19-го века меры предпринимались даже вот именно такие, что на два и на три месяца могли просто храмы вообще прекратить богослужение всяческое до окончания вот именно моровой вот этой язвы там. Были вспышки, как мы знаем, и чумы, и холеры, и немалые священнослужители, и монахов погибало вот в эти вот эпидемии. Вот. Ну, и тогда же уже вот к концу 18-го, начало 19-го века уже четко понимали, что нужно дистанцироваться, нужно изолировать больных и контактных от здоровых и так далее. Уже тогда это все воспринималось совершенно правильно. И здесь немалую роль играло, и, наверное, по сей день играет духовенство, потому что мы тоже доносим до людей о том, что это необходимо. Люди, конечно же, очень болезненно переживают отрыв от церкви. И мы, тем не менее, внушаем им спокойствие и, ну, так скажем, призываем к миру и понимание, что это необходимые меры. Что все проходит, пройдет и это. Да, это пройдет, это пройдет. И сейчас не заставляют нас отречься от веры, но это для нас необходимо, для нас и наших близких, ну, на какой-то момент принять вот эти ограничительные меры. И нести своего рода, скажем так, жертву приносить. Да, конечно, это на самом деле. Главный принцип сейчас, насколько я понял, православной церкви на Бога надейся, но сам не оплошает. То есть, я имею в виду, чтобы прекратить распространение вот этой вот заразы. Совершенно верно. К сожалению, время нашего прямого эфира подходит к своему завершению, но буквально, прежде чем мы с вами попрощаемся, у вас есть буквально пару минут для того, чтобы что-то пожелать нашим телезрителям, дать какие-то им советы, ну, и, может быть, назвать какие-то контакты когда, если душа будет смятеннее у человека, чтобы он мог обратиться к священнику, что-то спросить. Да, конечно. Всем жителям и нашей области, и вообще богоспасаемого города Казахстана, страны нашей Казахстана, я желаю, конечно же, в первую очередь, здравия душевного и телесного. Сейчас это наиболее актуально. Особенно желаю скорейшего выздоровления тем людям, кто сегодня переживает эту страшную болезнь именно сами, заболев и неся на себя крест вот этой болезни. Дай Бог скорейшего выздоровления, терпения и сил. Семьям желаю тоже тех, кто потерял своих близких, утешения, мира, понимания, что это явление, смерть, лишь окончание этой временной жизни и начало жизни уже лучшей, вечной, нескончаемой. Это очень трудно принять. Но Бог даутешит ваши сердца, да поддержит вас. Ну и всем, всем, конечно же, желаю терпения и сил вот в тех трудностях, которые неизбежно возникают в связи с карантином. Действительно, болезнь сама по себе немало бед творит, но еще больше бед и неустройств делает карантин. Но это неизбежно. Он необходим. Без него не пройдет это заболевание и не отступит пандемия. Поэтому, дай Бог, всем терпение, мира и сил. Бог да укрепит, исцелит, утешит всех вас. Спасибо большое за такие добрые пожелания. Ну что ж, в свою очередь я поблагодарю вас за беседу, что вы нашли время прийти сегодня и немножко поговорить о том, как вести себя вот в период карантина истинным верующим гражданам. В свою очередь я бы хотел тоже присоединиться к словам нашего сегодняшнего гостя, священника, отца Александра и сказать одно, будьте здоровы, берегите себя и своих близких и, наверное, в этом самая главная суть, чтобы друг друга беречь, ценить, любить, уважать. Всего вам доброго. До следующих встреч в эфире телеканала ЖТСУ. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова